так любимые я вас приветствую вышла поболтать с вами не знал нормально меня слышно нет что наушники оставила в номере готова с вами поболтать всем привет привет любимый привет привет всем привет пришла поотвечать на ваши вопросы минут 15-20 привет мои любимые все для хотели прямых эфиров у меня там куча ответов на вопросы в stories но вы ждали от меня прямых эфиров я решила что надо выйти поговорить с вами давайте поговорим здравствуйте мои любимые может задавать мне вопрос отлично слышно он и я рада наушники просто в номере я читаю не готовилась привет привет мои девочки у девушки мои стилисты вот они мои красотки на самом деле одевать мои стилисты собрали комплектики на море так вы лучше на марафоне родители сделала все матки у нас кстати сегодня стартовал марафон родители и если вы быстро напишите вы можете успеть ему присоединиться он стоит всего 290 рублей два мощных дня при прошивке родители поэтому давайте если хотите такая прям солнышко так нравится всегда привет любимый привет где ты я сточу где еще быть два варианта быть на море либо сочи либо в крыму я в сочи привет мультика привет мой любимый привет привет мои хорошие привет мои любимые здравствуйте могу ответить на ваш вопрос можно задавать здравствуйте пробовали когда-нибудь интервальное голодание меня по часам они дням недели ну например я не ем после 6 и следующую еду могу поесть 10 то есть принципе это можно отнести к интервальному голоданию ну то есть я так живу а не пробую как отдыхается хорошо но в турции конечно лучше с ребенком уходила макар скажу вам сейчас вон и вытащить его ведь целый день сегодня в бассейне на самом деле сейчас несколько раз дороже чем обычно но сочи рулит в октябре у нас в сочи будет выездной тренинг свобода и в октябре в сочи обучение расстановка регрессия мое мнение я не даю мнение по другим методам работы регрессия для меня сейчас вам скажу мое мнение по этому поводу я за то что уже методы терапии не должны проходить тяжело мир изменился чтобы быть счастливыми не надо через стерник звездам и нужно блин через поле на телеге чтобы доехать до нового города для этого сейчас уже есть сапсаны самолеты поэтому я думаю что времена тяжелых тренингов они закончились времена тяжелых трансформация не закончились поэтому я за то что придет на расстановочку делать за полтора часа поражать на ней только на расходке вы знаете мы чаще сменемся и кайфуем и получить результат то есть для меня тяжелая трансформация это прошлый век трансформации не должны быть уже тяжелыми то есть качество тренинга или качество терапии не зависит от того насколько вы ушли в тяжелое состояние куда я попал в рай я ваш рай наверное это ваш рай добро пожаловать в рай круто что тебе не лень делать мэйк на пляж на самом деле у меня было только что выступление в синержи глобал форуме поэтому я с майком вообще не крашу на пляж у меня просто час назад закончилось выступление в синержи глобал форум поэтому я с макияжем как научиться тратить деньги на себя без чувства вины практикой только практикой и пониманием что когда вам кайфово всем остальным кайфово чем больше подразится на себя тем больше будет возможности других когда вы это показываете своим детям ваши дети тоже это видят тоже начинают любить и нить уважать себя и ваши окружающие начинают любить ценить уважать себя когда ваш мужчина понимает что вы не готовы на сумочку ниже чем луи виттон он начинает ваш цель вас ценить и хочет зарабатывать на сумочку луи виттон для вас или во время наши ваши медитации свое предназначение только три чакры представляем зеленый красный и синий почему так в каком это марафоне солнца это про какой мы говорим марафон это где мы это медитируем не нужно конкретно когда никого прорабатываем предназначение там просто эти три чакры отдающие красная отдающая чакра творчества зеленая дающая любовь чакра миссии когда мы идем в миссию мы работаем отдающими чакрами желтая чакра манипура берущая горло берущая чакра перезагрузка но у нас три чакры отдающие поэтому мы все сюда и в сочи ну то есть красная зеленая и синяя отдающий чакры у нас поэтому мы работаем на них я в сочи в отеле рэдис саду что катюшка привет да благодарю за все да у меня утро хорошо доброе утро какие все вопросы хорошие мои передаю вам солнышко зелень настроение вот а море витте море я какие еще есть вопросы вегетарианец или что думать про это я вообще против вегетарианства но сейчас я на вегетарианстве я вам скажу так чем больше ты хочешь подниматься по вибрациям чем больше ты хочешь идти в миссию предназначения в отдавание тем меньше надо есть мясо мясо параземное я сейчас в периоде когда два месяца не ем мясо вообще и даже не ем молоко ем только вегетарианскую еду на самом деле я нормально отношусь к любому питанию главное вам было хорошо когда вы настраиваетесь со своим телом и со своей жизнью вы сами выбираете то что вам нравится и едите то что вам нравится здесь самое главное теней надо из хочу я против насилования себя и не надо надо нельзя есть молоко нельзя из мяса это это плохое вегетарианство лучше вегетарианство как ты понимаешь я не могу есть мясо вот у меня сейчас так сейчас я не могу есть мясо макар 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 марафон родители очень вау да у нас марафон родители это первые два дня а потом в середине сентября и вас всех жду на марафоне папа мама я это девяти дневные очень мощный марафон очень люблю сточки на 12 лет ничего не хочет только планшет у меня второй брак и дочка он очень ревнует как можно его мотивировать вашей иерархии ваш ты является самым первым то есть в иерархии так кто первый пришел тот главней если вас второй брак то ваш сын даже вам главнее мужа поэтому он не ревнуть мало внимания сына уделяется ваш ресурс должен в первую очередь уходить на вас потом на вашего сына потом на вашего мужа потом на ребенка 3 2 вот поэтому поставьте сына правильно в иерархии ребенок от первого брака главнее чем муж потому что он первый пришел вашу систему важно это запомнить сегодня же марафон родили в 19 но нет марафон родители был 808 запись выложили марафон родители уже начался он был 808 утра поэтому пожалуйста все задания выложили берите туда срочно как победить онкологии приходите на расстановку у меня в опыте есть излечения от онкологии с помощью расстановок любая болезнь это макар макар хотя люблю ничего бы рассказал скажет это люблю любая болезнь это будешь здоровым я макар я лучше все любая болезнь это бессознательная травма любую болезнь можно вылечить бессознательно нет болячек физического тела есть боляч который тело сигнализирует что вам надо вылечить как отказаться от сладкого В начале сентября у нас стартует марафоном тело к лету сладкое этого мне хватает любви матери когда выходит и сладко выходить мамочку мамочкина молоко поесть мамочкина молоко по них понимаете это очень важно понимать когда вы хотите любви вы хотите ее грудь пососать поэтому вы видите тортики поэтому мало пускай вас обнимает И тогда вы сладкое пристаньте хотеть Сделайте так, чтобы мама вас заобнимала До того, чтобы вас затошнило от сладкого Так, подождите, тут что-то было про развод Мы в разводе, двое детей Сын и дочь, дочери 4 года Плачут, ходят, чтобы были мама и папа Как объяснить дочери, почему папа и мама больше не живут вместе? Важно говорить, что мы с твоим папой всегда вместе Мы с папой любим друг друга И у тебя самый лучший папа и самая лучшая мама И вы должны понять, что в вашей дочери Вы всегда вместе Почему сложно взять и сделать, откладываю Я жалею потом об этом Потому что вы привыкли, что задачи вам ставят ваши родители И из маленького ребенка вы всегда хотите От задач, которые надо, уйти Важно задачи ставить не из надо, а из хочу Когда вы научитесь задачи ставить из хочу Вы перестанете их откладывать, понимаете? Когда вы будете ставить задачи Я хочу, когда я что-то хочу Я мир переверну, понимаете? А мы часто ставим задачи, потому что мама сказала Из детства, помните? Типа надо бегать по утрам, не надо Важно бегать по утрам, когда вы хотите Надо отказаться от сладкого, не надо Важно захотеть отказаться от сладкого Поменять надо и на хочу И у вас прокрастинация уйдет куда подальше Понимаете? Вот и все Я сейчас бы тону сладкого съела Иди к маме, пусть она тебя обнимет Иди, сожри свою мать, что ее называется Скушайте маму Попросите маму вас обнять Попросите, чтобы она вам еду приготовила Попросите маму посоветовать что-нибудь Как быть с мамой алкоголичкой Прийти на марафон родителей Сегодня стартовал, 290 рублей всего стоит Первое Второе, прийти на марафон папа-мама Мы там с этим очень много работаем И прям про зависимость родителей тоже работаем Принять, что мама алкоголичка Очень тяжелая из рода тянет Лишь бы на тебя не перешло Она очень важна, что для тебя делает У моего мужчины двое детей от первого брака Значит, они на первом месте? Да Для него они на первом месте Вы должны это принять Иначе вы всегда будете с ними конкурировать И никогда не сможете их выиграть Те, кто первый пришел в систему Тот главнее всегда Не общаюсь со старшей сестрой на 10 лет Нет желания, нет ничего общего Нормально? Нет, это ненормально Сестра, это самый близкий человек У вас кровь одинаковая У вас единый папа-мама С сестрой вы должны общаться Постоянно болит горло От малейшего сквознячка Есть что-то, что вы не высказываете Нужно высказаться, проораться Если не было родителей Взрослые, но по внутренним ощущениям ребенок В зеркало каждый день смотреть И видеть, что на тебя смотрят твои родители Смотрите, сейчас на вас не я смотрю, а мой папа Не на вас не мой нос смотрит, а моя мама И вы когда это начнете принимать У вас не может не быть родителей Ваши родители всегда в вас Марафон родителей сегодня стартовал всем быть Вы можете еще успеть И марафон папа-мама в сентябре Девятидневный, очень глубокий марафон Полнейшая трансформация всем быть По секрету вам скажу Завтра в марафоне родителям Будет скидка на марафон пап-мама 50% Поэтому идите в марафон родителей сегодня И завтра получите скидку на марафон пап-мама 50% И заходите Это очень важные марафоны, базовые марафоны Без которых никуда Сестра умерла в мае Почти каждый день снится Что это значит? Нужно отпускать сестричку Сестра это очень близкий нам человек И мы по-любому чувствуем Поэтому очень важно ее отпускать Нормально ли не общаться с родными дядями и тетями? Нормально Нормально Вообще со всеми людьми, которые нас критикуют Нормально ли не общаться? Мама 200 км от меня Звоните каждый день Я маме звоню Когда мне плохо, я ей маме звоню Говорю, мама Помолись за меня Марафон пап-мама Идите там сегодня Я дала задание, как с мамой контакт найти Марафон родителей, которые сегодня Попросите маму шоколадку прислать Попросите маму платье вам связать Попросите маму, не знаю Денег вам на телефон кинуть Раздражает, как дочь себя ведет Особенно, как разговаривает или сжиманничает Скорее всего, потому что ваша дочка Напоминает вам и отца этой девочки А вы его не выносите Поэтому важно установить контакт с отцом ребенка Тогда вы начнете любить ребенка своего Если есть постоянный насморк, не аллергия Насморк, это тяжело дышать Что тебе доставляет дискомфорт в жизни От кого тебе тяжело душать Юля, вы прекрасны, я вас полюбила А я вас полюбила, мои хорошие Ой, иди нахуй, кто меня послал Ты сам сходи, расскажи потом, как там Давай, дык-дык Давай Покажи улицу Это не улица, это отель Рэдисон в Сочи А если мама умрла, как установить контакт Мама в тебе, она в тебе никогда не умерла Ты себя целуешь, мамочка тебя целует, считай У меня отец умер Например, я институт закончила А папа себе часы купила По фоткам можно установить, по медитациям Можно прийти, постельку лечь и назначить Мама, будь моя подушка Кто так приходит, говорит Мама, лежачок, побудь моей мамой Назначили маму лежачком И лежите на маме Чувствуйте, как вам от лежачка энергия идет Также подушку, кроватки и прочее Вы осетинка? Да, я осетинка Хадарцева Юлия Ахшарбековна Сиди не меня Я не понимаю ваш язык, любимый В 12 летах похоронила любимого Воспитываю дочь, 12 лет одна Первое, что надо сделать, развестись с ним Потому что он уже умер, шел из вашей жизни Если вы на его фамилию Поменять фамилию на свою Дальше Как это на дочку повлияет? Это ее выбор Она сама выбила такого папу И он всегда в ней Извините, вы точно психолог Можно зайти на мой сайт Посмотреть все мои дипломы Я точно психолог Можете проверить А еще лучше У меня в шапке профиля Есть страничка, называется отзывы Зайдете туда, там тысячи отзывов О моей работе Тысячи И вы поймете, что я точно психолог Я даже больше, чем психолог Я еще расстановщик, энерготерапевт Я лечу руками Расстановками и энергиями Молочница 4 месяца Родители мужчины Хотя, чтобы он женился на девушке своей нации Вот, поэтому и молочница Когда болезни по-женски Это защита Женская защита И неуверенность в своей женской истории Лицо в прыщах Могут быть разные истории Но прыщи это признак защиты Это как скунсы, знаете Они воняют, чтобы никто не приближался Страшно кого-то пускать в пространство С мужем все хорошо Любовь, страсть Но как мы вместе То есть сильная энергия Что делать Что с сексом, Аня Что-то с сексом 19-го часа стартует марафон про секс Про глубинные психосоматические части Обязательно приходите 6 дней очень глубинной работы Марафон не про техники, технологии Марафон про глубину Почему мы не можем кончать Почему мы не принимаем свое тело Почему мы не принимаем тело партнера Очень мощный марафон Поэтому марафон про секс Очень рекомендую Куни сделаю Мне говорит Нур Султан Дулат Нур Султан Судя по твоему профилю Ты в Казахстане Тебя вообще закрыли В Казахстане выездание Так что сделай себе Постоянно себя критикую Из-за чего это Это потому что родители критиковали Потому что перфекционизм завышенный Пожалуйста У меня есть бесплатный подкаст И называются О богатстве, ценности, себя и престижа Иди пожалуйста слушай Там про ценность себя Мы себя критикуем Потому что не ценим себя Подкасты О богатстве, ценности, себя и престижа Можно слушать в подкастах В фитчере В Яндекс Apple Music Ой, в Яндекс Музыке И в Саунд Клауде Напишите пожалуйста В директе Я вам вышлю Юля, ты куришь? Нет, у меня голос такой Я никогда в жизни не курила Вот кто-то кстати писал Про маму алкоголичку Вот моя мама всю жизнь курила Я когда была маленькая Я всю жизнь видела Как она мучается Поэтому мама сделала все Чтоб я не курила Я видела, как мама мучается Я себе внутренне поклялась Курить не буду У меня дорогие мои Такой голос От рождения он у меня такой После развода Обязательно менять фамилию Да Если вы не поменяли фамилию Вы нифига не развелись И место Мужчины рядом с вами занято Юля, какая причина Болезненных месячных? Вообще все Что связано с гинекологией У женщин Это все Непринятие женственности Здравствуйте Что делать Когда любимый мужчина Пьет ему 33 Смотрите Я говорила уже много раз Можно пересмотреть мои эфиры Я много об этом говорю Что алкоголизм Плакокурение Игромания Это подавляющий родитель Противоположного пола Очень важно понимать Что Его подавляла мать И если он пьет с вами Вы скорее всего Его тоже подавляете Оставьте его в покое И не подавляйте Вот Инночка моя Ирочка пишет Что я крутой психолог Да Я крутой психолог Спасибо Живу с одним А люблю другого А разойтись не можем Это как собака Которая на гвозде лежит Знаешь Знаете эту притчу Я много раз ее рассказываю Что собака лежит на гвоздей И скулит Ой, мне так плохо В чем выгода Что от твоей жизни Тебе херово Смысл какой Мучиться Встань с гвоздя уже Юля, тяжелые роды Смешательством Это про что? У кого? У тебя или у твоей мамы? Про витилиго Можно что-нибудь сказать? Витилиго Все проблемы с кожей Это я отпугиваю Мне страшно приближать людей Я отпугиваю людей от себя Брачный контракт Зло Я не знаю Это узаконенные отношения Честности Глобально Я не против Брачного контакта Контракта Юля, можно обучиться Расстановкам Если нет Психологическое образование Очень хочу Можно В октябре У меня будет обучение Здесь в Сочи На Красной Поляне Четыре дня Расстановок Вы выходите Расстановщиком У меня люди Массажем занимался Вышли И могут делать Расстановки Я всех жду В Сочи Это будет четырехдневная Мощная перепрошивка Вы реально сможете Читать поле Развить эмпатию Считывать пространство Чувствовать людей Узнаете законы иерархии Правил И сможете В принципе Также проводить эфиры Также проводить Расстановки Всех жду Напишите в директ Вышлю ссылочку Что скажете геям В отношениях Геи в отношениях Мужчина Мужчина гей Там травмированная История с отцом Всегда Сто процентов В случаях Если мужчина гей Проработает отца То есть он отвергает Мужское внутри себя Вот Можете спросить У своих Мужчин Которые В окружении У которых Которые геи Там всегда Жопа с отцом Важно Принимать Мужскую часть Как расстаюсь А если мужской части нет То в принципе Он нормально живет На женской Тогда Складываются Вот эти отношения Но там нет базовой Обязываться Юля Почему не отвечаете Про болезни на месячный Галю Почему Ну слушайте Я же ответила Все болезни С гинекологией Женской Это про непринятие Женственности Почему я боюсь Быть женщиной В марафоне Про секс Мы с этим Очень много работаем Но в базе своей Часто боимся Быть настоящей женщиной До конца Открывать свои гениталии Потому что Нас часто насиловали Убивали В роду В карме У родителей В отношениях Поэтому Здесь важно Работать С женственностью Внутренней 19-го часа Марафон про секс Мы этой вдоль и поперек На 360 градусов Прорабатываем Всех жду Только у меня Изображение пропало Ты сосешь Меня спрашивают Марафон про секс Послушай Ты все поймешь Не хочешь Марафон про секс Если тебе денег Жалко На Марафон про секс У меня есть Подкаст 5 секретов Оральных ласк Иди послушай 5 секретов Оральных ласк Ты все поймешь Скажите Кто-нибудь Вам помогли Ее подкасты Я думаю Что эти подкасты Никак не помогают Сплошной обман Слушай Там Я тебе так скажу 500 тысяч прослушиваний Если бы они не помогали Там бы не было 500 тысяч прослушиваний Я Автор подкастов Номер один в России Поэтому Это как ты будешь Относиться к этому Так-то тебе Ничего поможет Помочь не может Я уже каждый раз говорю Когда вы приходите Оскорбить женщину Неважно где Вы же мужчины Мои дорогие Вот особенно Которые здесь пишут Вы же хотите Оскорбить любую женщину Точнее только меня касается Вы наверное На улице женщин оскорбляете Вы знаете К кому это все К вашей маме Я вам так скажу Девочки мои Кто на эфирах Когда мужчина на вас кричит Когда он вас оскорбляет Он на самом деле Не к вам относится Он так относится К своей матери Почему Потому что У мужчин Которые оскорбляют женщину У них была подавляющая мать В детстве С психотерапевтической точки зрения Объясню И он накопил в детстве Много агрессии К своей матери И матери он это высказать не может Но как минимум боится Потому что там была подавляющая мать Он идет в мир И ищет любую возможность Оскорбить и унизить женщину Зачем Он на самом деле Мать оскорбляет свою Поэтому здесь вопрос Легко решается Вы пожалуйста Поработайте в отношениях с мамой Поймите что ваша мама Вам жизнь дала Мои мужчины прекрасные Благодарность Найдите любовь Она вам отдала все Что у нее есть И вы тогда Всех женщин в мире любить Начнете уважать Понимаете Поэтому не нужно Агрессировать на свою маму Примите что она Отдала вам всю себя Когда вы у нее в животике сидели Она вам отдавала всю себя И тогда вам будет легче С женщинами в принципе в мире Вы так на эфиры не будете Приходить женщин унижать Жен своих унижать не будете В принципе женщин своих унижать не будете Вы орать на своих женщин не будете Оскорблять их не будете Понимаете Поэтому Кто здесь мужчина Пожалуйста проработайте маму Кто здесь женщина Вы поймите Важное Когда ваш мужчина ругается На вас агрессирует Когда он вами недоволен То он вообще не к вам Это он к своей маме Когда вы это поймете Всем легче станет Пролистаю немножко вниз Важную тему Юлечка Надо ли крестить детей Или вырастут сами Определяться с религией Старшие поколения Дайвот Я вообще знаете Как к религии отношусь Очень важен тот эгрегор В котором вы родились И которым вас воспитали Ваши родители Вот у меня например Христианский эгрегор Но глобальный За то чтобы Ребенок сам выбирал Родители развелись Поделили дом Ему постоянно хочется Делать гадость Последний раз Избил собаку Он живет с другой женщиной Почему так Наташенька Это у них такая любовь Вы поймите Часто мужчина заводит Другую женщину Чтобы та Начала на него Внимание обращать Понимаете У них такие брачные игры Главное поймите Что если вы у них родились У этих родителей Значит между ними была любовь Потому что если есть ребенок То душа спустилась А душа то и есть любовь Поэтому если между мужчиной И женщиной есть ребенок Там всегда есть любовь А остальное все Они игрульки играют Юля Второй муж Ревностно относится к тому Что у меня сын главнее Как быть? Перестать себя за это винить Нас Нам мир отражает нас Если я чувствую себя виноватой Тогда он мне это демонстрирует Перестань себя винить И все будет нормально Так Юлечка Скажите Надо ли разводиться Муж за свой зуток Сейчас подождите Не понимаю вопрос Юлечка Скажите Надо Сейчас еще раз читаю Муж Свои измены Бьет То что я догадываюсь В итоге Произошла измена Лучше разойтись Настя Вы поймите Что вы Вот смотрите Женщина привлекает Другую женщину В свое пространство Чтобы доказать себе Что она ценная То есть Настя В сухом остатке Ты привлекла другую женщину Чтобы он к ней сходил Потом вернулся к тебе И ты поняла Что ты круче нее Вот и все Ответственность Возьмите И легче станет Принять решение Юля Если Мой МЧ Меня цепляет За каждую юбку Но до измены Не дошло Ответ тот же Который я только что Сказала предыдущему оратору Юля Привет Как перестать бояться Заявлять о себе Своих возможностях Страшно Внутри Не знаю Что такое Пойми Что это не тебя Убили за Величие И ты уже не живешь Во времена Когда убивают За величие Это твои В роду говорят У меня есть подкаст Про величие Пойди послушай Нужно ли после развода Брать девичью фамилию Нужно обязательно Дочерь 8 лет Как мы будем Под разными фамилиями Дорогая моя Вон там Макар Где-то там Макар Я даже не знаю где Короче Мы с ним на разных фамилиях Мне это никак не мешает Макар парасочка А я Хадарцева Мне это никак не мешает Это твои отмазки И твое оправдание От того что ты не хочешь С бывшим мужем разводиться Вот и все Поэтому поверьте Вот вы мне пишите Сегодня тоже мне писать А дом оформила Паспорт менять Слушайте Это сюда два дня делаете Не придумывайтесь Как найти силы развестись Справить нечего Это знаете Вот у меня девочки Недавно приехали Мои стилисты ко мне Вышвырнули У меня 90% гардероба Как найти силы выкинуть Вы либо выкидываете И у вас место для новых плачков Появляется Либо продолжайте носить Барахло старое Вот и все Поэтому здесь так же Вы либо освобождаете место Либо продолжайте жить в этом Здесь два варианта Отношения с мужем хорошие Вне дома Где-то как только к тому подъезжаем Или дома встречаются Много ругаемся Агрессия и нервы Что это? Ты создаешь себе специальные условия Чтобы наконец-таки Принять решение Продолжай это делать Либо уже прими решение И тогда легче станет Как относитесь К раздельному отпуску? Я хорошо отношусь К тому, где вы счастливы Если вы в раздельном отпуске Счастливы, то нормально Вопрос Какого фига вам партнер Если вы в раздельном отпуске Счастливы? Я отношусь, знаете, как Партнеры нужны для развития Оргазмов и путешествий Поэтому если это один раздельный отпуск Где он поехал на рыбалку с друзьями А вы на танцы с подружками То окей А если это регулярно повторяющиеся Отдельные отпуски Вопрос А нахера? Козе Баян Почему отношения с женатым мужчинам? Потому что боишься завести Серьезные отношения А боишься завести серьезные отношения Потому что либо родительские отношения Не были такими, как ты хочешь Либо в роду есть истории В роду и в корме есть истории Где муж убивал жену или сбивал Поэтому ты нашла варианты Чтобы замуж не выходить Скажи привет Таджикистану Таджикистан, привет Вся левая сторона в травмах Это мама Маму не принимаешь Особенно если в травмах Значит боишься, что по женскому роду тебя били Ну не тебя маму били Бабушку били Прабабушку били Насиловали Открытие интернет-магазина буксует Уже который год Возможная причина Причина, когда все Не доделаешь до конца Открытие интернет-магазина Это вообще бизнес Если бизнес буксует Есть история С тем, что там в нем нет энергии Если нет в бизнесе энергии Значит вложили кого-то из семьи Если вложили кого-то из семьи Это могут быть нерожденные дети Например Не родила детей Теперь пытаешься их оживить через бизнес Вытащи из бизнеса нерожденных детей Тогда он начнет двигаться Пожалуйста Бизнес расстановки 5 числа онлайн Бизнес расстановка 15 числа в Москве Бизнес расстановка Предпоследняя неделя августа Выездной трехдневный расстановочный бизнес Ваш бизнес Это отражение вашей жизни Вы очень часто вкладываете нерожденных детей в бизнес И пытаетесь их дорасти через бизнес Вы поймите Ваши нерожденные дети Это мертвые дети И когда вы в бизнес их засовываете Там мертвая энергия Поймите это Наконец-таки И выйдите Вытащите это из бизнеса И у вас тогда бизнес начнет двигаться вперед Понимаете? Почему возвращать девичью фамилию? Только подключилась Потому что если вы с бывшим мужем На одной фамилии Вы еще замужем А если вы замужем У вас место для нового партнера не освобождаются Зубы не болят Но рушатся и сыпятся Зубы, кости, артрозы Артрозы, зубы Это ваша основа Кости, это ваша основа Это ваш род Непринятие мамы и папы И рода Силы рода не принимаете Юля, почему никак не могу найти работу? Абы какую не хочется Но не так со мной И достаток уже не такой Олечка Если ты ищешь не работу А поддержку Это мама и папа Нам работа нужна не для того Чтобы она нам дала базовую жизнь Нам работа Дана для того, чтобы Реализовать свою миссию Предназначение Свою дополнительную энергию Когда вы ищете работу для того, чтобы выжить Это мама и папа вы ищете А когда вы вкладываете в работу маму и папу Это опять не из того места Опять вас зову на бизнес расстановки Дорогие мои Поэтому начните к работе Относиться как к ресурсу Который у вас перенакопился И вы движетесь вперед Так, мои девочки пишут Стилисты Как правильно Если освобождаетесь от пространства Потом ничем не заполняете Новыми вещами Эмоциями Да Да, да, да Если вы освобождаете пространство У вас все новое приходит Так же, как и с барахлом И с мужиком И с друзьями И прочим Поэтому я вам всегда говорю 9, 19, 29 лунные дни Чистите пространство Выбрасывайте ненужных людей Забирающих из пространства Выбрасывайте барахло ненужное Вот стилистов зовите Пусть они вам барахло почистят Я перед отъездом 90% гардероба Вытянула от туфлей Подруг ненужных освобождайте Что там еще? Ну, короче, все ненужное на помойку Я иду на расстановку к вам Мне как-то парапсихолог сказал Что в прошлой жизни была воинственной женщиной Жду на расстановках всех Да Юля, что делать, если бизнес не развивается? Опять посмотреть, что не так Здоровый бизнес всегда развивается Если вы не вкладываете в бизнес родителей Если вы не вкладываете в бизнес мертвых или живых детей Если вы не вкладываете в бизнес своих партнеров Тогда он всегда развивается Например, если вы с мужем развелись И в бизнес вложили мужа или энергию мужа То опять он не будет развиваться Понимаете? Например, если вы открывали бизнес на двоих с партнером А партнер ушел обиженный То бизнес лоялен всегда к обиженному партнеру Поэтому вот здесь надо всегда смотреть Что с бизнесом Что с бизнесом Приходите на бизнес расстановки Всех жду На бизнес выездной осталось 6 мест Ходите на бизнес выездной Приезжайте Мы там работаем Будет 12 работ Все работы будут вам откликаться Приходите на заместителей 3 дня Приходите на свой запрос Всех жду Обзываю мужа Непринятие отца Чаще всего да Либо родовые кармические травмы перерабатываешь Например, если твою бабушку Или твою маму бил папой Или муж То ты можешь дорабатывать их истории Как вытащить нерожденных детей из бизнеса Их аж 7 Ну хотя бы осознаю это сейчас И поехали на выездной бизнес-викенд Ну как минимум осознай, что твой бизнес Это не твои нерожденные дети На самом деле нерожденных детей Мы часто доношиваем в лишнем весе Потому что нам кажется, что если мой вес останется Я доношу ребенка, он родится Часто наши нерожденные дети Живут через наших рожденных детей Доживают Часто нерожденные дети Идут через бизнес Через подруг Через собачек, кошечек, лошадочек Вы знаете Вы часто аборты сделали Завели 5 собак Понимаете И вот это очень важно Вытаскивать повсюду Потому что это просто Я пролистаю вниз Потому что очень много уже всего С парнем 9 лет Есть желание изменить Хотя все хорошо Что со мной не так Скучно тебе жить Нам вам нужно Понимаете Мы в жизни живем для веселья Для кайфа Вам скучно, что все скучно Поэтому, ну знаете В секс-шоп сходите Чтобы с парнем было веселее На марафон про секс Придите Вам точно веселее станет Юля узнала измени мужа От дочки 12 лет Она переписку нашла Как мне объяснить Что это не моя Ее история Они ей передали Пока скандал не устроила Пытаюсь понять Не надо ли мне это дальше тянуть Точно не перекладывать на дочку Взять ответственность Что ты привлекла Любовниц Потому что тебе это нужно А дочка здесь не при чем Я люблю твоего папу Твой папа любит меня Твой папа самый лучший И я у тебя самая лучшая Твои родители самые лучшие Поэтому ты самая лучшая А эта история Это наши с папой Брачные игры У нас такая с ним любовь И мы так в это играемся Вот что надо сказать дочери Я врач Это места моих родителей Работа денег не приносит Я страдаю от этого Марин Станет значит не врачом А кем-то другим А если в разводе 13 лет По моей инициативе Он женат 8 лет Мне глубоко Безразлична на него Если у тебя его фамилия То тебе неглубоко Безразлична Ты сама себе врешь Неудачная попытка Эк Это тоже нерожденные дети Вполне возможно Да Там же твои гены Калиоз В грудном отделе Грудной отдел Это любовь Сердечная чакра Сердечная чакра Это соединение мамы и папы Значит шрамы Травмы Справа Это проблемы с отцом Да Юлечка У меня всего 2 сестры Двойняшки Им по 38 лет Живу вдвоем Не замужем И не в отношениях У меня есть у меня двое детей С сестрами В постоянном конфликте Как быть Придите на расстановке Сестры Это важная энергия Это ваш ресурс В том числе Выкидывать и чистить А нет Выкидывать и чистить 9 19 29 Лунные дни Кто в клубе Об этом знают Дорогие У нас есть закрытый клуб Он стоит всего 2000 рублей в месяц А он сегодняшнего дня По-моему подорожал 2500 стоит Там мы все Про лунные дни Говорим постоянно Там мои эфиры Ежемесячно Там мы делаем Расстановки Там мы делаем Открытые встречи Сейчас Я тебя тоже люблю Через 10 минут Мы идем на ужин 10 минут Мы идем на ужин На 10 минут Да Придешь Да Приду Хорошо Так Сказала 9 19 29 День Все чистим С тылистом обращайтесь Они вам все почистят быстро 4 часа И у вас вообще Все будет чисто Юля Почему бывшие мужчины возвращаются Вам выгодно иметь фан-клуб Когда у вас возвращаются Бывшие мужчины Вы типа крутая И вас не могут Не могут много лет забыть Просто поймите Ни хера вам это Они же живут вашу энергию Поэтому В сад их 9,29,19 Лунный день Отправьте всех бывших мужиков В сад Идите в новую жизнь Это как старое платье вернуть Отдали уже И отдали Отдали соседке Уж пусть носит Оставь всех в покое Нахрена вам бывшие Забудьте о них уже Идите в новую жизнь Так опять пролистаю Любим много очень вопросов Хочу в клуб Напишите в директ Мы вам в клуб дадим ссылку В клубе У вас во-первых Скидки на расстановки У вас в клубе Скидки на выездные У вас специальные условия На марафоны Каждую неделю Мои эфиры Каждую неделю эфиры Со спикерами У вас все про луны Дни Ежедневные эфиры Поэтому выкладывайте Лишний вес И 15 лет Сформировалась Такой живот Как у беременной И грудь растет Марафон тело к лету Тебе в помощь На марафон тело к лету Мы работаем Мы с нерожденными детьми И с мамой И с папой И с всеми Кто в роду Мы еще часто наедаемся Потому что в роду Есть умерший от голода Понимаете? Может мужчина звать замуж Это никогда не виделись Только онлайн младше Так бывает Ну во-первых бывает Во-вторых Если мужчина младше Он может видеть вас Маму И он наконец-таки Нашел свою мать Тогда он вас может Звать замуж Хоть через час Не должны быть ему матерью Завело квартиру По вине компании Мне с ними судиться Да А как понять Что отец оставил Родного сына без жилья Мы в разводе Если ты берешь Ответственность на себя То ты четко должна понять Какие твои выгоды Того что отец Ребенка оставил вас Для тебя есть прекрасная Возможность Говорить что он козел И плохой Просто пойми Что у тебя тут есть выгода Тебе важно пройти К нему в любовь Полюбить И оставить Например Макара папа Тоже мне отдых не оплатил Но я от этого не истерю Не жалуюсь Не говорю что он плохой Это его выбор Понимаете Я вам сейчас отвечу На этот вопрос Вот как По закону Мужчина Закон смотрит При разводе Должен отдавать 25% От своего дохода И балансы Все равно будут восстановлены И я мужчинам Очень часто посоветую Если вы в разводе И у вас есть дети Старайтесь отдавать больше Чем больше вы отдаете Тем больше будет сумма Потому что если например Вы зарабатываете 100 тысяч И ребенку отдаете 25% Это 25 тысяч А если вы начинаете ребенку отдавать 50 тысяч То это 200 тысяч Понимаете дохода Поэтому дорогие мои Если вы с мужем в разводе С бывшим И он дает 3000 рублей Это 25% по закону Против закона не попрешь Перестаньте нервничать И психовать Понимаете А если вы мужчина И у вас есть ребенок От первого брака Вы поймите Я просто пример приведу У меня пришел мужчина На расстановке Говорит Бизнес проседает А у него 3 ребенка И он не платит алименты А там 50% Понимаете Я ему говорю Где алименты платить У него бизнес Вот так рванул вверх То есть зарабатывает 10 миллионов Он 5 миллионов отдает детям По закону 50% Три ребенка Вот и все У него все растет вверх Поэтому первое Что вы должны понять Если вы женщина И вам муж не дает То вы должны первое понять Что у вас есть тоже выгода Считать что он козел Потому что вы типа в жертве Второе Даже если он не дает Вы поймите баланс Все будут восстановлены Ваши деньги к вам придут А для него это хорошая тема Но я вам серьезно говорю Я вот сейчас здесь в отпуске Бывший мой муж Мне не дал ни копейки И я не парюсь по этому поводу Потому что мое мне все равно придет А если вы бывший муж То вы поймите Чем больше вы отдадите ребенку Вот тем больше вам придет Потому что Если у вас по закону Трое детей Это 50% Если вы начнете своим детям Отдавать там не знаю 10 миллионов То вам начнет приходить 20 миллионов Понимаете Вот и все Не заморачивайтесь Ни в одном Ни в другом случае Живите и все Где посмотреть Какие у вас есть рассмотрки Напишите мне в директ Я вам все вышлю Ну в шапке профиля И ссылка Приходите Сегодня начал самый Расстановочный марафон родителей Вы можете в него еще зайти Он стоит 290 рублей Меньше чем чашка кофе Идите на марафон родителей Забегайте в него Влетайте Завтра на этом марафоне родителей Я вам дам ссылку 50% на марафон Папа, мама, я Привет Я уже сегодня передавала Привет Таджикистану Но Таджикистан привет Что у вас с голосом Это мой харизматичный голос Так, любимые Я вас люблю Я пошла Мне надо ребенка переодеть И повезти на ужин Хочет кушать Все Чтобы улучшить зрение Я не вижу вперед Когда я не хочу смотреть в будущее Я не вижу назад Когда я не хочу смотреть в прошлое Чтобы зрение восстановилось Увидьте свое будущее Поставьте цели И захотите жить Когда вы не смотрите вперед Вы не хотите жить Захотите жить Понимаете? Все Привет вам из Сочи Я вас люблю Эфир Сохраняю Обнимаю Люблю